Здравствуйте, граждане стендовые моделисты, начинающие, продвинутые и профессионалы! Сегодняшнее видео будет посвящено пайке среднеплавкими и тугоплавкими припоями. Что для этого нужно и как все это сделать, сейчас мы с вами и разберем. Конечно же, в первую очередь рассмотрим газовую горелку, подробнее рассматривалось в видео отжиг, оставлю ссылочку, сейчас так быстренько бегло, включить-выключить подачу газа, регулировка факела, то бишь подачи газа, клапан для заправки газом и вот такая удобная подставочка. Очень неплохо, даже можно не пользоваться. Далее у нас идет вот такая вот, так видно в кадре, хорошо, огнеупорная плита. Продается они, продаются в магазинах, которые занимаются торговлей ювелирным инструментом. Ну, бывают больше, бывают меньше, можно и половину купить, да. Ну, то есть, имеется в виду по размеру. А там не режут, конечно. Во всяком случае, ножки здесь есть. Тут они самостоятельно, так сказать, приклеены, потому что на третий или пятый день просто отвалились. Ну, ничего, мы простили производителя, бывает. Почему ножки? Должна быть воздушная прослойка вот между поверхностью и нижней поверхностью плиты, да. Потому что если верхнюю поверхность плиты, ну, долго на ней работать, она может так разогреться, вернее, может разогреться до очень высоких температур. Нижняя часть плиты, и вот, в частности, вот эта бумага вот здесь, да, просто ее поджечь, эту бумагу. Ну, задымить так точно. Ну, такого допускать не нужно, поэтому воздушная прослойка здесь для страховки очень даже пригодится. Дальше. Титановая палочка. Вот такая. Так она выглядит. Чего-нибудь придержать. Ну, вот две детали лежит, например, так. Раз, и придавить. Выдерживает высокую температуру. Очень даже, очень даже. Может пригодиться. Дальше. Вот из таких вот булавок. В народе называются. Не булавок, а заколок. Называются они невидимки. Желательно изготовить вот такие вот прижимчики-зажимчики. Сейчас, одну секундочку. Да, ну, что ж ты. Ага, вот. Ну, вот так это выглядит. Сюда вот раз, и зажали. Неплохо держат, кстати. Вот такого плана, такого вида. Вот. Ну, как крокодильчики, скажем так. Ну, импровизированные. Можно придумать что-то другое, если у вас получится. Ну, в любом случае, такие вот штуковины пригодятся. Ну, и, конечно же, непосредственно же сам припой. Широкое распространение имеют припои серии PSR, там, с численным значением каким-то. Они разные бывают. Но как-то вот мне подумалось, а почему бы самостоятельно не сплавить этот самый припой. Вот работа, проделанная перед вами. Особенность этого припоя заключается в том, что он имеет латунный цвет. А он так, собственно, и значится в одной книге. Сейчас я вам покажу, поделюсь рецептурой. Вот она так выглядит. Авторы видны? Где авторы? Ага, ага. Вот теперь видны, да? И название. Очень полезная книжка. Можно прочесть. Тут много технологий интересных описывается, которые можно применять и в нашем с вами деле. Но нас интересует непосредственно 53-я страница. Вот она. И вот таблица такая есть, где указан этот самый припой. Сейчас покажу вам. Латунно-желтый. Вот он, да? Видно, да? Так, видно. Сейчас, одну секундочку. Хорошо. Вот так вот. Состав. Характеристики. На стоп-кадре вы сможете посмотреть это внимательнее. Или переписать там. И, может быть, сами исплавите. Почему бы и нет? Почему именно этот припой? Почему именно латунно-желтый-то? Ну, прежде всего, он может пригодиться особенно судомоделистам. Потому что там много всякого рода латунных деталей. Например, грибные винты. Я видел на форуме, как один умерец просто из цельного куска латуни режет. Ну, во-первых, не каждый это может. Во-вторых, более распространенный вариант – это когда лопасти грибные, допустим, режутся отдельно, а непосредственно потом появятся к этому основанию. Как оно называется правильно, не знаю. И вот шов после пайки, если использовать вот такой припой, будет абсолютно незаметен. То есть, визуально отличить будет невозможно. Потому что серебристый припой, там, PSR-40 серебристого цвета, конечно, будет нитка вот такая вот серебристая в месте пайки. Здесь же отличить нельзя. Ну, и, конечно же, флюс. Ну, классикой жанра является флюс – это смесь буры и борной кислоты в соотношении один к одному. Хотя, ну, там нужно растереть, залить водой или там спиртом, превратить это в кашицу, потом наносить. Ну, можно приобрести и готовый к употреблению. Ну, вот такой, например. Так видно, да, хорошо. Как правильно читается, произносится, я не знаю. Вы уж сами как-то справитесь, наверное, да? Флюс для пайки меди, латуни и красной бронзы. Вау! А вы что? Температура плавления… Нет, рабочая температура 500-800 градусов по Цельсию. Очень хорошая штука. Имеет состояние пасты, ну, пастообразное состояние. Белый. Запах такой есть немножко, да, какого-то химиката, но не критический такой. Нормальный, хороший плюс. Итак, подытожим. Это сюда, это сюда. Так видно. Нет, вот так, да. Куда этот флюс-то впихнуть-то? Ну, вот так вот. Да, вот так вот. Хорошо. Да, горелка, конечно. Ну, вот, пожалуй, все из того, что нам понадобится. Дальше переходим к практике. В нашем случае опять будут две латуньки. Вот такие вот небольшие. Ну, просто произвольно вот взяты две детали, да, их нужно соединить для наглядности. Как раз латуньки, именно чтобы вот цвет латунный припоя, да, соответствовал цвету наших двух соединяемых деталей. Так видно, да, хорошо. Они уже, так сказать, засветились в видео. Пайка легкоплавкими припоями, часть первая. Ссылочку тоже оставлю в описании. Так как проволоку, я уже говорил, у меня сделать не получается. Отпиливается такой кусочек небольшой. Потом, вот, расклепывается. Так, чем бы показывать более тонким? А у нас что? У нас титановая палочка же есть, вот к ней буду показывать. Расклепывается до определенной толщины. Это не видно же. А ну, где там видно? Где должно быть видно? Здесь, да? Ага, здесь лучше видно. Хорошо. Расклепывается до определенной толщины, а потом откусывается кусачками. Идет в применение, скажем так. Но пока наша задача это совместить, соединить и позиционировать две вот эти детали. Ну, давайте так вот на крест припаяем. Вот таким вот образом, да? И вот нам понадобится вот такой вот зажимчик. Ага, должно быть видно, ну да. Крокодильчик, как угодно можно назвать его, да? Сейчас это мы и сделаем. Мы вооружаемся увеличительным прибором. Так, принимаем позу, скажем так. И начинаем пытаться это все соединить. Так видно, надеюсь, да? Хорошо. Так, раскрываем. Крокодильчик наш. Как его так лучше, че так? Другой стороной. Надеюсь, там все видно. И, наверное, пожалуй, вот так сбоку мы. Ага, сбоку мы. Мы сбоку. Сейчас. Давайте еще раз. Еще много-много раз. Еще раз. Еще раз. Елки-палки. Хоть видно там что-то. Ну, должно быть, да? Ну, должно быть. Так. Пытаемся. Вот так взяли. Приподняли. Ну, и вот так вот давайте. Опа. И закрепить. Попытаемся. Ну-ка. Тону. Оу. Тихо-тихо. Почти что... Видно. Ай, ничего не видно. Почти что получилось, да? О. Ну, вот. Ну, вот примерно так. Держится. Прижимается хорошо к поверхности одна и другая деталь. Друг к другу, так сказать. Ё-моё. Да. Так. Ну, давайте так буду поворачивать. Давайте вот так мы выставим его, да? Угу. Вроде как 90 градусов. А, не. Ну, куда? Сейчас. Секундочку. Крупно просто решил я снимать. А это немножко показывать будет сложно. Ну, давайте так вот. Вот оно для наглядности. Вроде всё. Вроде всё. Не всё. Нет, не всё. Сейчас. Как же это? Ай. Ну, давайте так попробуем подвинуть, да? А, подвинули. То. Ну, так хорошо. Вроде неплохо держит, да? Ну, вот так. Да. Вот так. Держит? Держит. Есть такое дело. Зафиксировали. В общем-то, как и при пайке легкоплавкими припоями, суть та же. Фиксация. Так. Подготовка, фиксация деталей занимает времени гораздо больше, нежели сама пайка. Дальше. А, что это? Я-то линзу-то снял. Нам необходимо, здесь это будет видно, надеюсь. Будет видно, да. так сказать, откусить немножко. Так. Где же это показать-то? Откусить немножко припоя нам нужно. Сейчас аккуратно вот зацепим. Нет, не так. Так мы не сделаем этого. Упало. Возьмём тогда пинцет. Вот. Ещё раз. Ещё раз. Видно, да? Хорошо. Перехватим. Вот таким вот образом. Перехватим. Так. Вот здесь давайте это сделаем, да? Перехватим. Ухватим, ёлки-палки. Давайте боком. Так. Ну, уж про извините. Так будет получаться пока что. Сколько нам там нужно. Ага. Есть. Ухватили. Видно, да? И давайте откусим столько, сколько нам нужно. Так. Прикрою, чтобы не улетело, да? Ого. О. Есть такое дело. Если не улетело, это хорошо. Где оно у нас тут? Это что, серьёзно улетело? Я так не играю. А, нет. Ну, блин. А, вот оно. Улетело, но недалеко. Давайте в кадр внесём. Вот такая вот порция получилась у нас. Видно, да? Надеюсь, видно оно. Ну, да. Поэтому крупные нужно снимать. Но этого многовато на одну сторону. Поэтому пополам сейчас поделим её. Взяли. Да, конечно. Такая крупность съёмки. О, упала. Такая крупность съёмки, конечно. Это немножко проблематично. Показывать всё аккуратно. Давай-ка мы эту штуку уберём пока. Давайте, вернее. Да? И уже конкретно покажем, что тут кусать и как тут кусать. Так. Надеюсь, так видно будет вам. А, ну. В резкости. Вот половину. Пополам постараемся перекусить. Закрываю, чтобы не улетело. О, ну тут полегче. Не улетело. Не улетело. Ну, отлично. Вот наши два кусочка. Это что-то лишнее. Входи отсюда. Не мешай. Два кусочка припоя. Отлично. Ну, хотя не то, что прям отлично. Ну, нормально, скажем так. Не то, чтобы отлично, нормально. Сюда будет видно. Выкладываем припой вот к нашему месту соединения. Вот сюда. Вот так вот. С одной стороны и с другой стороны. Прямо вот присоединить нужно. Вот к этой вот детали. Упереть, вернее. Упереть правильно, да? Следующий шаг. Следующий шаг – это нанесение флюса. Вот наш флюс, да? Вот он заметил. Теперь, ну я вне кадра, вне кадра. А хотя тут же снимаем, да? Ну, хорошо. Вот таким вот образом. Достанем, вернее, нет, не таким образом. Достанем мы, наверное, все-таки немножко вот этой деревянной лопаточкой. Ого, немножко. Вот. Закроем. Пусть пока будет здесь. Вот. Теперь возьмем… Ага, теперь уже можно тут, да. Теперь возьмем вот, вот, извлекли мы наш флюс. Вот чуть-чуть возьмем на эту палочку нашу, титановую. Это в кадр мы пока не будем в кадре держать. Опять наденем увеличительный прибор. И поместим этот самый флюс. Ого! Это многовато может быть. Нет. Это может быть многовато. Давайте… Тут видно, да? Давайте мы все-таки немножко меньше его возьмем. Вот так вот. Чтобы переборщить тоже не хочется. Зачем же нам? Что же? Что же? Что же? Что же? Как же? Аккуратно вот сюда нанесли. Эть, 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 эть. Ну, давай. О! Есть такой отдел. Так, видно там? Да, видно, по идее. Да. Вот так вот мы его аккуратно разместим. Подмажем. Подмажем, да? Ну, вот так. И с этой же стороны. Вернее, с противоположной стороны. Тоже нанесем. Да. Это дело такое, как это сказать… Не то, чтобы сложное, но кропотливое, да? Кропотливое. Нужно выложить все. Вот там проще паяльником раз-раз и готово. Это много очень. Надо убрать. Сейчас мы салфеточку это все протрем. Ну, мне кадра. Уж извините. И уберем. Потому что перебрать… Перебрать. Перебрать флюса тоже не хотелось бы. Так, оно у нас… Есть такое дело. Ну, мы должны поправить опять деталь. Одно относительно другой. Там видно там. Я вообще не перекрываю. Я перекрываю. Ну, не знаю. Посмотрим, в общем. Должно быть видно. Есть. Позиционировали. Положили аккуратно. Вот таким вот образом. Так. Что у нас дальше? А дальше у нас начинается процесс прогрева. Ну, то бишь, самой пайки непосредственно. Ага. Вот тут оно лежит. Нам бы сюда. А нам бы, нам бы, нам бы сюда. Да? Хорошо. Давайте вот так это будет. Вроде должно быть видно. Или вот так? Давайте вот так. Ну что, поджигаем нашу горелку. Да? Ого. Это много. Секундочку. Конечно. Взбивается пламя у нас. О, теперь поехало. Пламя заметно. Да? У нас. Заметно. Больше сделаем. Больше. Это куда? Это сюда. Да. Видно. Надеюсь. Что важно. Не стоит сразу же вот пламенем утыкаться непосредственно в само соединение. Да? Медленно издалека начинаем прогрев. Вот он пошел прогрев. Таким вот образом. И сосредотачиваем нашу. О, по-моему, она уже припаялась. Вам не кажется? А мне кажется. Так. Тихо, аккуратно. Тихо, аккуратно. Да? О, все жидкое. Вот и хорошо. Вот и сладенько. Не перегреть. Не перегреть. Выключаем. Выключаем. Все успокоилось. Тихомирилось. И тишина. Естественно, сейчас это очень горячо. Все дело. Да. Трогать не нужно. Но забегая вперед скажу, что нам все-таки уже после всего этого дела необходимо будет избавиться от остатков флюса. А он здесь есть. Вот тут. И вот здесь. Да? Как же это сделать? Сейчас я гляну, что там. Как там. Я не вижу. Потому, что очень мелко. Главное нос не обжечь. Да? Ага. Ну, тут флюса, конечно, влепили многовато. Ну, ничего. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Хотя, может, и не многовато. Не знаю. В общем, этот самый флюс, от него нужно избавиться обязательно. А он превратился в такую, как бы, так сказать, следу, что ли. Такое стекловидное состояние у него теперь. Есть три способа. Первый – это механический. Ну, то есть, взять наждачную бумагу и просто, или там, напильник, надфиль, чего угодно, и просто его сточить. Однако, может же быть так, что ваши две детали уже подготовлены полностью, полированы. Осталось только их припаять. А вот полировочными средствами этот флюс-то не особо-то, остатки не особо-то уберешь, потому что держится крепко относительно. Есть второй способ, не что иное, как то химический. То есть, вот у нас есть отбеливающий раствор. Этим отбеливающим раствором, если погрузить туда эту самую нашу, эти две детали отсоединенные, то кислота и вода, серная кислота и вода в соотношении 50 на 50, граждане, лить кислоту в воду, пожалуйста, помните об этом, скажем так, растворит эти самые остатки флюса и не исчезнут. Но, в таком случае, припой, вот он еще раз, потеряет свой желтый цвет. Он станет серебристым, проверено опытным путем. А в данном случае, нас это не очень устраивает. И есть третий способ. И в инструкции к этому флюсу пишется, вот еще раз, где тут, ага, ладно, не в резкости. Тут пишется, что удалять горячей водой. Ну, пожалуй, один из таких интересных методов. То есть, остыло, ну, дай Бог попробовать, да, попробовать. О, остыло. Ну, теперь совсем другое дело. Так, что мы имеем? А имеем мы прочность сумасшедшую. Это отломать практически невозможно. Пайка осуществилась. Смотрим в линзу, что там у нас как. Ну да, флюса тут прилично. Так, а чем бы его... Давайте попробуем этой же палочкой ковырнуть. Ага, сейчас. Вот он. Надеюсь, вам видно, да. Вот он просто как стекло. И не особо ты его уберешь. Посему... Попробуем метод вываривания. Попробуем метод вываривания. То есть, более-менее ровно получилось, да. Ну, а карина-то и уйдет потом. То есть, возьмем и прокипятим. Я думаю, минут 15 будет нормально. И, по идее, этот флюс должен сам по себе уйти, так сказать. Ну, раствориться в воде, как-то слезть, сползти. Я не знаю. Так что, давайте проследуем в другую нашу, так сказать, лабораторию. И зайдемся вывариванием наших двух соединенных деталей. Ух ты! Двух соединенных деталей. Ну, вот так. Процесс длится уже 20 минут. Вот такого кипения. Пару раз подливали воду. Ну, вот так это выглядит. То есть, горячей водой мы смываем остатки флюса. Я думаю, что еще минуту-две и хватит. Так сложно определить, исчезли ли эти остатки флюса или нет. Но, вроде как, что-то получилось. Вроде как, что-то получилось. Ладно, давайте закончим процесс. И, так сказать, вернемся на наше основное рабочее место. Итак, что у нас по факту? А по факту вынужден констатировать, что ничего не получилось. Сейчас давайте на такой вот подиум поставим. Это наша деталь. Даже невооруженным глазом видно, что здесь есть вот такой белый налет с одной стороны и с другой стороны. Ну, тут немножко ушло, конечно. Вернее, остатки эти ушли от флюса. Но, по факту, метод горячей воды путем кипячения не сработал. Ну, может быть, нужно кипятить было 6 часов, допустим, не знаю. Но это как-то непрактично, скажем так. Плюс ко всему, получилась неувязка. Потому что речь шла, что, мол, дескать, две детали вот эти у вас готовы, да, полированы. Вот их соединили пайкой. И кислотой отбеливать нельзя, потому что флюс потеряет свой латунный цвет. А вот кипячением мы уберем остатки флюса. Ну, а калина-то никуда не денется. А калину все равно придется убирать механическим способом. Ну, то есть, каким-то абразивом. А раз у нас не получилось и с кипячением ничего, да, то остается способ один-единственный. Взять там наждачку, надфиль или что-нибудь подобное и просто все это привести в порядок. Ну, собственно, так и сделаем сейчас. Итак, у нас 1200. Сейчас, одну секунду. Сейчас она войдет, да, сейчас она войдет. Начинаем. Ошкуривание, зашкуривание. О, это я понимаю. Быстро и сердито, как говорится, да. Никто же не говорил, что это просто, кстати. Если вы смотрите и думаете, да ну, блин, так заморачиваться. Я что, я что, из больницы, что ли? Чем она нам нужна, мне нужна, да? Ну, знаете-ка, кому нужно, а кому и не нужно, а кому и не нужно, а кому нужно. Еще немножечко, сейчас еще чуть-чуть. Все чуть-чуть, вот так, да. Давайте еще чуть-чуть. Ага. Хорошо. Ну, есть такая еще у нас полировочная резина розового цвета. Сейчас мы пройдемся уже, чтобы аккуратно было, да. Вот так видно даже, ну и хорошо. Так, это немножечко окультурим. Все это дело, да. Угу. Окультуриваем. Так, бликует. Не нужно, чтобы она бликовала. Ну, примерно вот таким образом. И с этой стороны. Наши шов интересует в первую очередь. Повторюсь еще раз, да. Ради чего все это и... Ну, как, не только ради этого. Сама пайка непосредственно имеет очень высокую прочность. То есть, может выдерживать какие-то нагрузки. Потому что тот же POS-61, ну, там дверцы, может, у кого-то открываются в автомобиле, да. Или что-то люки. А это и выдержит. А вот что-нибудь такое действующее уже может и сломаться. Итак. Что у нас получается? Так, это у нас что? Это надфильд. Это у нас наша палочка, так называемая. Ну, как, титановая. Она не так называемая. Титановая. Это уберем. Подиум торжественный. Вдвигаем. И что в итоге? Надеюсь, вам хорошо видно, что... Так, так, так. Вот так, да. И на блики давайте. Окончательно повторюсь еще раз. Припой, который имеет латунно-желтый цвет. Вот тут шов есть. По цвету абсолютно не отличается от цвета латунь. Вот, давайте. Одна сторона у нас. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас аккуратно возьмем. И вот вторая сторона. Вот так видно, да? На блики немножко сыграем. В данном случае деталь смотрится, как будто она зацела, вырезана из куска латунь, из куска металла. Вот, собственно, цель всего этого действа. Вот. Ну, мне кажется, наверняка это кому-то пригодится. Особенно, я же говорю, судомоделистам. Ну, давайте сложим такой, не то чтобы финальный натюрморт, а финальная сцена первой части, как это говорится. Так, чего мы использовали? Ну, доска у нас огнеупорная. Непосредственно, сама деталь, которую мы создали. Значит, газовая горелочка. Дальше, чего у нас было-то? Титановая палочка. Припой непосредственно. Вот он. Флюс. Вот такой. Просто кадр немножко крупнее сейчас. Но я вот его заявлю. Да. Вот он тоже должен. Хотя положить сюда. А чего бы нет? А действительно. Нормально. Ну, и вот эти вот самые самодельные такие прихваты, держатели, да? Из булавок. Вот они. В общем-то, вот таким нехитрым набором можно осуществлять вот такую вот замечательную и очень надежную пайку среднеплавким или тугоплавким припоем. Данный припой у нас считается среднеплавким все-таки. В следующей части мы будем мучиться. Будем мучиться с медью. Для примера возьмем вот таких два кусочка, ну не кусочка, проволочки, пруточка меди. И вот эти две разъединенные судьбы соединим вот таким вот медно-фосфорным припоем. Пруток квадратного сечения. Маркировку точно я не помню, к сожалению. Но вроде здесь в составе уже есть флюс. Тоже не помню. Но то, что медно-фосфорными припоями по меди, только по меди, можно работать без флюса. По-моему, это точно. Опять же, по-моему. Ну, давайте попробуем произвести процедуру. Как? Что у нас? Где у нас? Чего у нас? Сейчас посмотрим. Как нам это... А, нет, другой стороны. Это видно, да? Вот сюда, да. Как мы это прислоним друг к другу? А, вот два таких. Давайте вот так вот. Пусть пока постоит, да? Наш крокодильчик. Вот он. Сейчас мы его раз... Разожмем. Разжимайся. Надо же попасть еще, да? Ага. Разожмем. Так вот видно, да? Нет, не хочет. Сейчас, одну секунду. Есть. И вот так прихватим. Прихватили? Прихватили. Переположим это дело все. Прихватилось. Ну вот, собственно, держится. Да? Да. Хорошо. Теперь подложим что-нибудь. Ну, на всякий случай. Оторвем от плиты. Вот так вот. Нет, ну ты ж только... Держись-то. Ох. Хорошо. Хорошо. Ну, пусть под углом будет. Ну, ничего страшного. Да. Теперь нанесем флюс. Вот. Открываю банку, потому что она в кадр там не поместится. Чуть-чуть возьмем. О! Из банки. На палочку деревянную. Закроем. Естественно. Нет. Ну, закрывайся. Да. Закрылась. Дальше это уже пойдет в кадр основной камеры. Да? Есть. Видно. Потом с этой самой палочки деревянной на нашу титановую. Отберем немного. Вот. Нет. Это много. Видно. Хорошо. И сюда вот просто положим. Ну, вот так. Пусть будет тихо. Аккуратно. Ну, пусть будет так. Так. Это пока в сторону. Сюда. Теперь вот наш кусочек. Кстати, твердый, твердый флюс. Припой очень. Пришлось пилить, естественно. Лобзиком. Вот такой кусочек у нас есть. Хорошо видно, да? А давайте его и положим туда. Прям сверху. Вот так, да? Ай, хорошо. Тихо. Есть такое дело, да? Так. Вот с газовой горелкой у нас немножко получилась проблема. Да. Поэтому у нас есть другая газовая горелка. Вот такая. Вот она. А нет, наоборот, давайте. Ну, называют ее карандаш. Ну, карандаш, так карандаш. Она помощнее, конечно. Итак. Выход. Впервые на экране, да? Впервые на экране. Так. Спокойно. О, поехало. Да. Давайте пламя сделаем хорошее. И постепенно начнем прогревать. Давайте я подвину это дело вот сюда, да? Поехали. Прогреваем, прогреваем, прогреваем. И сосредотачиваемся вот постепенно на месте пайки. О! Пошло дело. Пошло дело. Давай дальше. Газу. 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 О! Ну, вот так вот он протечет туда, да? Протечешь. Протечешь. Вот аж плита красная. Так, а здесь? Ну, ладно. Все. Есть. Ну, это очень горячо сейчас. Нужно подождать, пока остынет. Что у нас получилось? Нос не обжечь главное. А ну? Ну, соединение было, скажем так. Ну, конечно, оно не очень красивое получилось. Но оно есть. Вроде бы как. Дальше, скорее всего, мы попробуем осуществить отбел ради интереса. Что будет? Ну, медь-то станет чистой, естественно. А вот что будет непосредственно с припоем, мы посмотрим. Но пока пусть остывает. Можно держать руками. Ну, уже нормально. Пальцами, вернее, да? Хорошо. Так, где наш... Это пока в сторону. Это поверхность такая, как я говорю, измученная работой. Вот. Наш отбеливающий раствор. Серная кислота плюс вода. Соотношение 50 на 50. Пожалуйста, лейте кислоту в воду. Вот это обязательно. Он уже, конечно, выработан, но пока что действует. Открываем. Так. Теперь возьмем наш спецназовский пинцет, как я его называю. Вот он. Он имеет специальное покрытие, которое не боится вот кислотно-щелочных растворов. Вот этих подобных. Подробно рассматривался в видео. Инструменты. Часть первая. Ссылочку оставлю. Ну что, возьмем... Так, подождите. Давайте проверим. Ага, вот здесь проверять нужно было, да? Ну, все остыло. Эксперимент начинается. Бултых туда. Ну, вот полностью. Пусть себе. Вот такими покачиваниями, да? Перемешиваниями. Ага, есть. По-моему, отбел произошел. Да, ну что вы. Так, а водичка-то где наша? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сейчас берем водичку. Ай-яй-яй. Забыли. Есть, да? Есть в кадре. И болтых туда. Промываем, конечно же, губки. Вот таким вот образом. Закрываем раствор в сторону пока. Ага, тут такое у нас белое образование получилось какое-то. Ну, понятно. Смывается все это дело, да? Ну, вообще, лучше это делать другим пинцетом, чтобы он... Ну, чтобы его меньше травмировать, скажем так. Меньше его травмировать. Возьмем обыкновенный наш стандартный. Изымаем. Изымаем. Воду пока в сторону. Помутниело, кстати. Воду пока в сторону. И что мы... Ага, ага, ага. И что мы видим? Протрем таким образом. Да? И мы видим. А что мы видим? Да не может быть, что он цвет приобрел меди. Нет, что-то тут не то. Так, вам видно, да? Хорошо. Нет, что-то тут не то. Потому что он не может приобрести цвет меди. Но, во всяком случае, получилось именно вот так. Ну, это прочно. Это поломать невозможно. Не, ну, подождите. Давайте так. Если кое-чего, кое-где не хватат, то поломать можно все, что угодно. Ну, так, к слову просто. На всякий случай. Прочное соединение. Единственное, что с этой стороны шов получился ничего себе. Неплохой. А тут просто можно обработать напильниками, надфилями и прочими инструментами. Итак, две эпопеи мы прошли, скажем так. Давайте постепенно соберем натюрморт финальный. Итак, что нам было нужно? Доска горяченькая еще, кстати. Доска неупорная. Ну, одна наша работа, скажем так. Другая наша работа, скажем так. Дальше горелка у нас поменялась. Она вот такая, другая. Вот газовая. А вот так поставим. Ну, давайте вот так поставим. Отбеливающий раствор понадобился в данном случае. Ну, естественно, два припоя. Один магазинный, скажем так. Другой собственного производства. Крокодильчики. Не крокодильчики. Ну, прихваты, скажем так, да, самодельные. Нам пригодились очень даже. Вы видели это. И в одном и в другом случае. Лежат здесь, да? Хорошо. Зажигалка. Для того, чтобы поджечь. Вода. Ну, естественно, вода. Куда ее? Сюда или сюда. Но вода сюда не влазит. Ладно. Воду вы видели. Плюс флюс тоже не влазит. Я так его засвечу. Вот он, да. Тоже понадобился. Пинцет спецназовский, как я его называю. Вот он. Такой черный. Такой. Черный. Красивый. Ну, вроде как. Ну, титановая палочка. Пусть будет. Вот так вот ляжет накрест. Да. О. Давай. Покажись. Покажи свое. Своё начало. Или свой. Да. Ну, вот так пусть будет. В общей сложности технология показана. Моменты некоторые обозначены. Важные. Подписывайтесь на канал. Надеюсь, кому-то было интересно. Надеюсь, для кого-то было полезно. Ставьте, пожалуйста, лайки. До новых встреч. Удачи вам и здоровья. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok